Владимир Першанин. Сталинград. Десантники стоят насмерть. Читает Денис Копыл А. К. Виндман. Глава первая. Июль 42-го. Рота окапывалась на гребне холма. Тогда еще не предписывалось рыть сплошные траншеи, да и времени не хватало. Через три часа каждый из 120 человек выкопал для себя узкий окоп, полтора метра глубиной, похожий на вертикальную нору. Оборудовали ротный наблюдательный пункт, а также более просторные укрытия для станковых пулеметов и противотанковых ружей. Высота показалась мне удачным местом для обороны. Юго-западный склон был довольно крутым. С флангов наш холм окаймляли две узкие промоины, и я представлял, как неуклюже будут вползать наверх вражеские броневики и танки, подставляя борта и брюхо под огонь четырех противотанковых ружей, распределенных равномерно на участке длиною в 900 метров. Расстояние я хорошо запомнил, потому что места для каждого из взводов отмерял шагами командир роты, старший лейтенант Рогожин. Третий взвод, в котором я командовал отделением, находился на правом фланге. Неподалеку занимали позиции роты пехотного полка. Там тоже возились люди, мелькали сточенные о грунт блестящие лопаты. Куда-то вели лошадей. Только шумы и суеты производили намного больше. И неудивительно, ведь это обычные стрелковые подразделения. Пехота. Не то что мы, прошедшие хорошую подготовку в воздушно-десантном полку и направленные в срочном порядке на фронт. 28 июня 1942 года армейская группа генерала Вейхса начала наступление из-под Курска. Если взглянуть с большой высоты на холмистые равнины западного правобережья Дона, то в те летние дни можно было увидеть огромное пыльное облако, которое окутывало катившиеся по степным дорогам ударные дивизии 4-й танковой армии. 3 июля оборона советских войск была взломана. Чужие танки с крестами продолжали свой бег на юго-восток. Механизированная масса теснила части Красной Армии, уничтожая обороняющиеся полки и захватывая в плен тысячи бойцов и командиров. Если в верховьях Дона немецкие танки вышли на рубеж реки уже 6 июля, то войска нового Сталинградского фронта, в том числе 62-я армия, держали оборону в 80 километрах западнее Дона. В состав армии вошел и наш батальон. Тогда мы еще не знали, что он находится в самой гуще синих штабных стрел, нацеленных прямо на Сталинград. От нас ожидали активных боевых действий и постоянно напоминали, что мы – особое подразделение, обученное и вооруженное намного лучше многих. Однако чувствовали мы себя при этом очень неуютно. Батальон раскидали по отдельным участкам. 300-километровый пеший переход от станции Борисоглебск с короткими остановками очень измотал людей. Шагали быстро. Не только ночами, но и днем, несмотря на опасность налетов вражеской авиации. Командиры нас постоянно подгоняли, видимо, у них имелось указание занять линию обороны как можно быстрее. Гонка по горячей степи измотала каждого из нас. Сейчас все улеглись на прохладную землю, куда еще не заползла жара. Вскоре меня разбудил командир взвода Кравченко. Он сидел на краю моей глубокой ячейки, болтал ногами и сворачивал из серой курительной бумаги самокрутку. Нестерпимо хотелось пить. Когда переходили по мосту через речку Чир, очень спешили, пили на ходу, опустошая наполненные фляги. На предложение Кравченко курнуть вместе я отрицательно покачал головой. — За водой надо бы сходить, — предложил я. — Поэтому и разбудил, — сообщил младший лейтенант. — Возьми с собой бойца, побольше фляг и давайте прогуляйтесь к соседям. — Схожу. Кравченко был небольшого роста, с развитыми плечами гимнаста. Его назначили к нам перед отъездом из поселка Яблоневый-Овраг под Куйбышевым, где мы проходили подготовку. Лейтенант успел повоевать и выгодно отличался от других взводных, строевиков. Не суетился, не лез с лишними наставлениями, командовал четко и всегда по делу. Поэтому Рогожин назначил именно его своим заместителем, хотя по уставу замещал ротного обычный командир первого взвода. И сейчас Кравченко давал возможность бойцам отдохнуть, а не перекраивал линию обороны, как это делали в первом и втором взводах. Ни к чему ее переделывать, когда уставшие люди с трудом выкопали саперными лопатками такие удобные ячейки в каменистой земле Кургана. На другие окопы сил пока не хватит. За водой мы отправились с земляком Гришей Черных, обвешанные флягами темного аптечного стекла. Алюминиевых фляжек не хватало, и почти все бойцы имели именно такую посуду с плотно притертыми пробками. Наши соседи сообщили, что с водой в степи плохо. Ха, я это знал и без них. А наполнить емкости можно в лесной балке, километрах в трех позади. Мы оглядели пехотные ячейки, две пушки-сорокопятки, единственную нашу артиллерию в радиусе километра, и зашагали к балке. Шли, разговаривая о разных пустяках. Когда услышали отдаленный гул самолетов, нырнули в крохотную низину, где торчали несколько кустов акации. Замерли, глядя на тройки тяжелых бомбардировщиков Хенкель-111. Разбираться в самолетах нас неплохо научили в учебном полку. Я знал, что эти двухмоторные машины несут две с половиной тонны бомб. Поражали огромные размеры бомбардировщиков. Эскадрилью охраняли четыре истребителя, и мы пожелали тяжело груженным машинам свернуть себе шею, наткнувшись на наши ишачки, И-16. Других советских истребителей я никогда еще не видел. Хенкели скрылись из виду, и мы зашагали дальше. Они не удостоили вниманием слабую оборонительную линию и двух русских солдат в степи. В балке набрали воды из крошечного родника, отстояв в очереди целый час. Не обошлось и без досадных мелочей. Сначала привязался лейтенант, старший патруля. Долго проверял документы, хотя чего их тут проверять? Красноармейские книжки да комсомольские билеты. Лейтенанту не понравились десантные ножи, висевшие на поясе. — А зачем ножи? — Бестолковый вопрос. — Они положены по штату. Резать стропы парашютов и немцев. — Хм, так если вы десантники, чё шляетесь по тылам? Я объяснил ситуацию, и лейтенант отстал. Когда подошла наша очередь, не смогли открыть две фляги. Притертые пробки застряли намертво. Я начал стучать рукояткой ножа по стеклу, и одна из фляг развалилась. — Эх, десантники, а ещё в сапогах! — смеялись над нами пехотинцы, которые не любили всякие особые подразделения. Впрочем, смеялись беззлобно, дали возможность наполнить флягу, открытую с запозданием, и хорошенько утолить жажду. Выпили мы с Гришей литра по полтора мутноватой холодной воды, а на обратном пути вспомнили, что сутки ничего не ели. И вообще, в течение всего перехода кормили нас очень слабо. Сухой паёк прибрали в первый же день, затем получали изредка кашу на ходу, хлеб и сахар в небольшом количестве. Стали гадать, накормят ли нас вечером, и пришли к неутешительному выводу — вряд ли. Батальонные полевые кухни остались при штабе, а где он сейчас — неизвестно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!